500 метров за 6 секунд со скоростью 172 км в час. Нет, это не технические данные космического корабля. Это вполне реальные показатели вакуумного поезда Гиперлуп. Первые испытания прошли на полигоне Девлуп в Лас-Вегасе. Команда разработчиков Virgin Hyperloop провела более 400 тестов поезда, перед тем, как посадить в него живых людей. Несколько дней тому назад первыми испытателями стали главный технический инженер Virgin Hyperloop Джош Гигель и директор по работе с пассажирами Сара Лучан. По официальным данным для проведения теста с живыми пассажирами на борту, была построена двухместная капсула и специальная трасса, труба диаметром несколько метров, внутри которой поддерживается низкое давление. За счет этого капсула внутри трубы может передвигаться практически без аэродинамического сопротивления и разгоняться до скорости около 1200 км в час. Однако пока что это только теория. Ранние тесты без пассажиров показывали данные о скорости чуть более 386 км в час. Основная идея базируется на движении в разреженной среде, то есть желательно в вакууме, но обеспечение полтунного вакуума в условиях Земли это достаточно дорогостоящая процедура. Поэтому ученые ориентировались на работу подобной системы в разреженном воздухе на уровне примерно 100 паскалей. То есть это примерно одна тысячная от того привычного давления, которое на Земле действует. Компания уже строит 10-километровую испытательную трассу в Западной Вирджинии. Только после этого в 2021 году планируется запустить коммерческий вакуумный поезд. Остается вопрос, зачем же нужна подобная система в 2021 году, если в мире уже есть действующие высокоскоростные поезда? К примеру, российский САПСАН, перевозящий пассажиров из Москвы в Петербург со скоростью 240 км в час. Или китайский ФУСИН, способный доставлять людей из Пекина в Шанхай с ветерком при 350 км в час. Теоретическая скорость, которая возможно, опять же, на регулярной основе обеспечивает грузоперевозки на скоростях более 1000 км в час. Зачастую выше, чем скорость самолетов. И, соответственно, это действительно некий прорыв, когда наземный транспорт может обеспечивать транспортировку с колоссальными высокими скоростями. Реализацией и развитием вакуумной транспортной системы занимаются несколько компаний, как Virgin Hyperloop, так и независимые. К слову, американский предприниматель Илон Маск тоже занят созданием высокоскоростных туннелей. Он-то, кстати говоря, и придумал в далеком 2010 году концепцию вакуумного поезда. Лев Диденко, Универ Ньюс.